Небольшое интервью? Разве что небольшое? Вас поздравляет фэшн-концерт с виноградой. Мы очень рады вас видеть. Скажите, с какими мыслями вы сегодня проснулись? Ну, знаете, мы сегодня прилетели из далёкой, тёплой и нежной Сибири, где сейчас минус 25. И проснулись мы с мыслями о том, что спасибо, что мы здесь, в тепле, уюте, живы, счастливы, отдохнувшие. И, ну, предыдущие, это важнее было, счастливы. Скажите, а как вы готовились к этому мероприятию? Давай, расскажи. Какая вам образ, например, или какие мысли были? Мария. Ну, откровенно говоря, мы сейчас очень много гастролируем, поэтому образы, постановка делалась в последний момент. Буду честно, да, не буду врать, что мы готовились полгода. Нет, это всё сделали мы на этой неделе, буквально за пару дней. И костюмы мы подобрали из нашего гардероба, не было никаких особенных стилистов, дизайнеров и тому подобного, поэтому... Вы знаете, талантливому артисту это всё не нужно. Скажите, а можете произносить такой небольшой, наверное, рассказа вот об этом году? Что было самое лучшее? Какие мы выражения были? Какие мы дали? Вообще в жизни? Именно в этом году? У нас, как у группы? Ну, мне кажется, что в этом году у нас были только победы. Я не знаю, боги были на нашей стороне или вселенная. Вселенная у нас, по-моему, в этом году был просто какой-то феерический успех, благодаря нашим двум трекам. Это Санта-Лючия и Мокрая девочка. Поэтому... Я думаю, что самая лучшая победа наша, это что мы встречались. Мы сейчас, это новая кровь, и мы будем давать сейчас, и как старая группа дала, дали жары, мы будем продолжать это. И давать самое лучшее. Что бы вы могли бы сказать сами себе, например, Олежь Есип-Нажа? Вот если бы вы столкнулись, что бы вы им сказали? Всё будет. Просто дали бы уверенность. Я бы сказала, да, всё будет. Спасибо огромное. Мы вас ещё раз поздравляем. Спасибо. Можно буквально?